Каким был Казанский храм, когда его только передали епархии, помнит настоятельница матушка Анна. Иконостаса не было. На стенной живопись замазана коричневой краской, а местами просто утрачена. Восстановительные работы здесь идут до сих пор. Святое место возвращается к жизни после долгих лет запустения. Храм пережил многое. Здесь держали первых арестованных после революции 1917 года. Потом его отдали под колонию для беспризорников, швейную мастерскую, архив и только в 2006 году снова вернули церкви. Мы очень этот храм ждали, потому что жители этого района ходили раньше мимо запущенного, заброшенного здания, где находился архив. И, конечно, то, что его благоукрасили, нашлись меценаты, нашлись люди, которые духовно решили возродить этот храм. Спасибо всем. Это то место, которое получаешь духовную подпитку. Большая удача, что в Казанский храм удалось вернуть утраченные святыни. Одна из них – чудесно явленный список казанской иконы Божьей Матери. Вот этот образ, который нам завещал отец Авель, он стал сейчас нашей главной святыней. К нему можно приложиться к прихожанам, всех приглашаем. Вот это образ, который явился более 150 лет тому назад в городе Санкт-Петербурге по откровению свыше одной благочестивой женщины из старинного дворянского рязанского рода. Восстановление обители не случайно началось с храма. Сначала он возрождался как приходской. Сейчас, кроме матушки Анны, в монастыре живет инокиня и две послушницы. Монастырь раньше занимал целый квартал. Пока же ему переданы всего два здания. В одном находится женское духовное и епархиальное училище, в другом – все монастырские службы. Колокольню когда-то приспособили под жилой дом. Его до сих пор не могут расселить. Вот сейчас вы видите, что даже трудно угадать в этом здании былую церковь. Там сейчас до сих пор жилой дом. Живут люди в очень тяжелых условиях и мечтают, чтобы дом был расселен. Но это не в их силах, не в наших силах. Надеемся на помощь правительства нашего города, нашей администрации, которые помогли бы решить эту проблему, которая не решается уже 10 лет. Рядом находится библиотека, которую тоже превратили в жилой дом. Монастырь не может забрать его себе, потому что одну квартиру не могут расселить. А между тем нужна гостиница для паломников, келья для сестер. Многие женщины хотели бы приехать в монастырь хотя бы помочь, но их попросту не могут принять, потому что не хватает места. Один из слева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».